В кадетской школе имени Николая Старшинова все как в образцовой военной части. Утренний развод, построение, проверка и доклад командиру о готовности к обучению. Командир, он же директор школы Сергей Житков, выстроил безупречную схему, основанную на военной дисциплине и порядке. Два года назад он переехал из Москвы в Анапу и возглавил учебное заведение, в котором на данный момент занимаются около 300 мальчишек с 5 по 11 класс. Данная должность, она мужская, она требует работы в коллективе с мужчинами, с мальчиками. Поэтому я с удовольствием воспринял ее как хорошее предложение. И в принципе я скажу откровенно, что я доволен. В школе 12 предметных аудиторий. Большинство кабинетов оборудованы интерактивными досками, проекторами и другой передовой техникой, необходимой для современных методов преподавания. Как признался сам руководитель школы, если раньше в подобных учреждениях основным направлением была физическая подготовка, то теперь упор делается и на интеллектуальное развитие. Преподаватель русского языка и литературы Юлия Путинцева более 25 лет в системе образования. Но только здесь поняла, как выглядят идеальные ученики. Я вижу перед собой, во-первых, мужчин в форме. Форма, сразу вам скажу, обязывает ко многому. Это люди, которые выбрали сложный путь и к нему стремятся. Это уже не мальчишки, это молодые люди, которые, надеюсь, будут служить в армии. У меня вот один класс в прошлом году выпускной был, 15 человек. Из них все поступили, один уже в армии. Это ребята, которые знают, чего хотят и стараются добиться. Хотя у них много трудностей, им не так просто, как в обыкновенной школе. Есть у директора и младшие помощники. Один из них – старшина школы Вадим Бережной. Он пришел сюда по собственному желанию 5 лет назад. Нравилась дисциплина. Я с детства хотел быть военным. У меня хоть в семье не было военных таких, но мне почему-то всегда это привлекало. Я обучаюсь уже пятый год в этой школе и старшиной, я думаю, стал из-за организованности, да и ответственности. В принципе, это основное в нашем деле. В планах у руководителя – дальнейшее развитие школы. Более 40% учащихся – это кадеты из отдаленных районов Юровки, Суко, Гостогаевской. Поэтому школе нужно общежитие. Школу поддерживает администрация города, а депутат Государственной думы Иван Демченко, побывав здесь, пообещал изыскать средства на строительство спортивного зала. Сейчас ребята готовятся к смотру «Песни и строя». Он пройдет в Грозном в мае этого года. Не обязательно все они станут военными, но, как уверены педагоги, каждый из них выйдет во взрослую жизнь настоящим мужчиной.